Здравствуйте, уважаемые слушатели. Обращаюсь к вам как один из самых старых рукопашников Советского Союза. Начал заниматься боевым искусством еще в 1969 году. И все эти годы вынашивал идею возникновения какого-то нашего, будем говорить, отечественного рукопашного боя. Пришло время, и буквально через 40 лет у нас появился свой национальный такой вид рукопашного боя, как хортинг. Как мог, конечно, я тоже стою вместе с вами у истоков заряжения нового вида единоборств. Отрадно то, что многие мастера моего возраста приняли участие в этом. И мы довольны теми, рады тем, что у нас появился свой вид рукопашного боя, или будем так, боевого искусства. Это хортинг. Мы хотим, чтобы наше поколение оставило потомкам своим что-то такое жизненно важное. Для того, чтобы национальный вид этот имел такие вот свои национальные корни наши. Поэтому мы хотим сделать хортинг, чтобы он был символом нашей Украины. И в Европе, и в мире, и на Востоке, и на Западе о нем знали, что есть хорошие мастера, есть хорошая школа. А чтобы была хорошая школа, необходим дух народа, легендарная личность и, естественно, конечно, политическая поддержка. Все это мы уже имеем. Когда пришли к власти партии регионов, вот и президент Юрий Федорович Резенукович поставил четкую программу для того, чтобы наш народ имел что-то альтернативное тому, что есть во всем мире. Поэтому мы думаем, что поддержкой партии регионов и поддержкой президента мы все-таки добьемся того, что наши дети подрастающего поколения будут иметь свое родное искусство боевое. Это хортинг. Как и во всех единоборствах, в хортинге существует не только спортивный раздел, но и полицейский и армейский раздел. Я думаю, что хортинг будет хорошим подспорьем и для работников правоохранительных органов МВД, таможни, а также для того, чтобы наша армия стала еще более сильной и стала более мобильной и более боеспособной.